МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На главной пешеходной улице Рязани стартовал проект «Фестивальное лето. Встречи на Почтовой». Ночь музеев. Для жителей и гостей города музейщики организовали целый комплекс мероприятий, который был интересен как взрослым, так и детям. Около Дворца детского творчества прошло праздничное открытие акции «Цветы для любимого города». Оперативники уголовного розыска пресекли в Рязани деятельность трех групп злоумышленников, которые организовали розничный сбыт крупной партии синтетических наркотиков. 22 мая во всей стране прошел единый день голосования организованной партией «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты Государственной думы 7-го созыва. В Рязанской области работал 201 участок счетной комиссии. Это 20% от общего числа избирательных участков, на которых работало 839 членов комиссий. Также на всех участках присутствовали наблюдатели. Сегодня стало известно, что явка избирателей по двум одномандатным округам составила 12,2%. Роман Дворецков расскажет обо всем подробнее, в том числе и о результатах голосования, но уже в завтрашнем выпуске. Сменим тему. В пятницу, 20 мая, на главной пешеходной улице Рязани стартовал проект «Фестивальное лето. Встреча на Почтовой», который открылась с помощью символического ключа заместитель главы администрации города Лариса Крахалева. Фестивальное лето стало тем проектом, который объединяет горожан и успел им полюбиться, несмотря на свою молодость. Теперь каждую неделю по пятницам до 16 сентября главная пешеходная улица города будет превращаться в место народных гуляний, где гостей ждут анимационно-развлекательные программы, выступления творческих коллективов, интерактивные игровые площадки, конкурсы, призы и подарки. Быть в центре, центре событий, центре города этим летом может каждый, кто решит прийти пятничным вечером на улицу Почтовую. Организаторы и партнеры фестивального лета уже второй год подряд готовы дарить хорошее настроение и массу положительных эмоций как рязанцам, так и гостям города. Лето 2015 года прошло в нашем городе на удивление ярко и весело во многом благодаря проекту «Фестивальное лето». В этом году его организаторы решили не просто повторить удачный опыт, но и расширить временные рамки проекта. И если в прошлом году фестивальное лето длилось на протяжении двух месяцев, то в этот раз жизнь на улице Почтовой будет кипеть с конца мая по середину сентября. Организаторы взяли лучшие с прошлогодней программы и, конечно же, добавили новые тематические праздники и фестивали. Ну а в прошедшую пятницу прошло торжественное открытие фестивального лета. Дорогие рязанцы, проект живет второй год, и он прижился в нашем городе, понравился. Поэтому мы решили, что должны радовать друг друга встречами на Почтовой и этим летом, и осенью он будет долгим. Это 19 встреч, 19 пятниц, за которые мы с вами успеем многое узнать о нашем городе. Яркие концертные номера, работа многочисленных развлекательных площадок, рязанского вернисажа, выступления уличных музыкантов. Здесь каждый и ребенок, и взрослый найдет занятие по душе. В ближайшее время на улице Почтовой планируется провести городской праздник День предпринимателя, литературный фестиваль «Читай, твори, делись» и праздник дружбы «Моя страна, моя Россия». Внимательнее следите за городской афишей и принимайте участие в фестивальном лете. Еще один материал от Ирины Ковалевой, нашего культурного обозревателя. 21 мая в Рязани прошла акция «Ночь музеев». Для жителей и гостей города музейщики организовали целый комплекс мероприятий, который был интересен как взрослым, так и детям. Ежегодная акция «Ночь музеев» – проект, направленный на популяризацию наследия, которые хранят музеи. Этот проект призван продемонстрировать посетителю новые и необычные возможности современного музея. Акцию еще иногда называют «Ночь культурной бессонницы». Подробности в следующем сюжете. Дождливой погодой не помешало Рязанским музеям в минувшую субботу провести одну из самых ярких акций года. «Ночь музеев» – это прекрасная возможность бесплатно посетить все экспозиции в нестандартное вечернее время и принять участие в многочисленных конкурсах и играх, которые традиционно организуют музейные сотрудники для своих посетителей. Конечно, некоторые коррективы в ход акции были внесены в связи с дождем. Так, например, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике отменили концерт Рязанского симфонического губернаторского оркестра, но остальная программа прошла по заранее сформированному музейщиками плану. Этот год у нас проходит под эгидой «Года российского кино». И мы этому «Ночь музея» посвятили. И, соответственно, наш девиз звучит так за кадром. Поэтому посетителям предлагается множество различных вариантов, как провести эту ночь с пользой и сознанием. Можно поучаствовать во дворце Олега. У нас проводится квест. Они снимались в кино. Можно поучаствовать. Здесь находятся экспонаты. И вот по первым буквам этих экспонатов, которые найдут посетители, нужно будет составить слово и сфотографироваться с этим экспонатом и выложить это фото в Инстаграм. В этот день все желающие могли принять участие в экскурсии по старым киноадресам Рязани и узнать, как зарождалось кино в нашем городе. Этой же теме был посвящен спектакль и небольшая фотовыставка, знакомящая нас с известными актерами, родившимися на Рязанской земле. Гости праздника смогли поприсутствовать на награждение победителей конкурса детских творческих работ «Мой Кремль», а также посетить выставку одного экспоната и своими глазами увидеть японский меч, который был вручен нашему земляку генерал-лейтенанту танковых войск Макару Терехину, командиром японской дивизии. Оперативники уголовного розыска пресекли в Рязани деятельность трех групп злоумышленников, которые организовали розничный сбыт крупной партии синтетических наркотиков. Сотрудники Управления уголовного розыска регионального МВД России совместно с коллегами из городского управления МВД изъяли у злоумышленников почти 5 килограммов синтетических наркотиков. Во время специально подготовленной операции полицейские задержали трех злоумышленников прямо на адресе. В ходе досмотра жилища сотрудники полиции наряду со специальными весами и множеством заготовок для кустарной упаковки обнаружили пакет с порошкообразным веществом и два брикета бурого вещества. Позднее экспертиза установила, что злоумышленники должны были расфасовать более чем 2 килограмма синтетики. Сырье получал, а потом дальше что с этим сырьем делал? Ну, фасовал на более мелкие апты и раскидывал. Угу, понятно. А где ты их брал? Подбирал, скидывали адреса. Ну, приезжал туда на место и по описанию искал. Понятно. А ты сам вообще употребляешь наркотики? Нет. Я никогда не употребляю? Никогда. Также полицейские изъяли из импровизированных тайников в призанских гаражных оперативах ранее сделанные злоумышленниками еще две закладки. Всего у них полицейские изъяли более 3 килограммов наркотиков. Сейчас оперативники выясняют все звенья интернет-цепочки сбыта. В конце прошлого года администрация города направила 8 заявок для участия во всероссийской программе «Деревья. Памятники живой природы». В список включили 5 дубов и одну липу, произрастающих на территории Центрального парка культуры и отдыха. У дома музей Пожалостин в Солочи и у дома, в котором проживал Александр Солженица на улице Урицкого. Но только 3 дерева из этого списка включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. С 2010 года Совет по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания по инициативе некоммерческого партнерства «Здоровый лес» реализует уникальный проект – Всероссийскую программу «Деревья. Памятники живой природы». При поддержке Московского государственного университета леса и Федерального агентства лесного хозяйства во всех регионах России организован поиск уникальных деревьев, представляющих особую ценность. Рязанский регион также решил поучаствовать в программе и выдвинул своих претендентов на участие. Если по результатам обследования заявка на втором этапе рассмотрения получит одобрение всех участников и всех членов сертификационного совета, нашему думу в Солочи будет присвоен статус памятника природы. 20 мая специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» приехали в Рязань, чтобы провести диагностику состояния дуба у дома-музея Пожалостина в Солочи. Мы приехали в Рязанскую область с целью обследовать вот этот большой красивый дуб. Это в рамках Всероссийской программы «Деревья. Памятники живой природы» у нас уже второй приезд на Рязанщину. Несколько лет назад мы обследовали тополь по преданию посаженным Есениным в селе Константиново. Сейчас мы приехали к дому-музею художника Пожалостина с целью обследовать детально это дерево. То есть мы для начала замерим основные его параметры. Это диаметр, высота и GPS-координаты. Все это определяется с помощью специальных приборов. Потом будет проведено визуальное обследование дерева. То есть будет оценено состояние ствола, состояние корневой системы и состояние кроны. То есть какие проблемы имеются у дерева и как это можно будет устранить в дальнейшем. Это мы будем уже писать в отчете. О состоянии ствола и наличии гнили в дереве специалисты узнают с помощью специального прибора. Мы видим то, что плотность внутри ствола идет постепенно вверх. Это хороший признак. И означает то, что на данной пробе, в том направлении, на той высоте, где мы делали, гнили нет. А вот возраст дерева определяют в лаборатории. Образец древесины для этой цели взяли с помощью специального буравчика. Вот такой получился у нас терм, на котором мы можем видеть годичные кольца. Могу сказать, что визуально годичные кольца очень широкие. Дерево находится в хороших условиях роста. Поэтому дает такой большой прирост. Поэтому возраст дерева не будет очень большим. По предварительной оценке дереву около 160 лет. Специалисты произвели оценку внешнего состояния дерева и обнаружили сухие ветви, которые необходимо устранить. Результатами анализа станет доклад объемом около 30 страниц. В нем подробно отразят все результаты и рекомендации по уходу за деревом, которое теперь войдет в историю. А вот о других, менее примечательных в федеральных масштабах дубах беспокоиться приходится самим жителям. В дубовой роще в Дашковой песочне будут спилены 10 деревьев. Состояние зеленых насаждений вызвало обеспокоенность у местных жителей и экологов. Мы хотим, чтобы эти дубы были всегда. Сделали аллею, люди гуляют с детьми, с колясками, пожилые люди на лавочках отдыхают. Зеленая зона. Была создана комиссия, которая обследовала дубовую рощу. Вырывать дубы никто не собирается. Мы провели обследование всех деревьев, произрастающих в дубовой роще. Из 400 деревьев только 10 деревьев за зиму высохли. На них отмечаются признаки болезни и признаки усыхания. Именно эти 10 деревьев, 2 березы и 8 дубков, они будут удалены. Все остальные деревья, наоборот, разработаны мероприятия по их оздоровлению. Это побелка известковая, именно тех деревьев, у которых больная вегетация. И санитарная прочистка кроны, то есть удаление засохших ветвей. В Управлении благоустройства города отмечают, что все деревья дубовой рощи взяты под контроль и находятся под постоянным наблюдением комиссии по охране зеленых насаждений. В Рязани состоялся настоящий праздник цветов. Около Дворца детского творчества прошло открытие акции «Цветы для любимого города». В нем приняли участие учащиеся школы-воспитанники детских садов, которые последние несколько месяцев занимались выращиванием рассада для того, чтобы теперь украсить этими цветами город. Благодаря трудам детей и их наставников, с сегодняшнего дня и до начала июня в Рязани будет высажено 523 тысячи цветущих растений. Акция «Цветы для любимого города» проходит в нашем городе впервые. Церемония ее открытия была достаточно насыщена. Дети преобразились в садовников, исполняли танцы, облачившись в легкие платья, таким образом ассоциируя себя с различными цветами. Читали стихи, посвященные садовым культурам. Многие участники акции и раньше занимались разведением цветов для украшения территорий, прилегающих к учебным заведениям. А теперь дети с радостью прониклись идеей украшения города. В этом году, когда объявили еще и городскую акцию «Цветы для любимого города», наши дети с удовольствием приняли участие в ней. Ну и, конечно, присоединились родители. Мы вырастили 1700 мархатцев. Мне очень нравится, озеленяет наш город. Такое чувство, что ты вырастил своими руками вот это живое существо и принес его для своего родного города. И он стал красивее и радует глаз. Очень было интересно, потому что мне хотелось увидеть город зеленым и хотелось видеть его красивым. На церемонии открытия детей за их труд поблагодарили представители администрации города. Спасибо вам за труд, за то, что вы постарались и вырастили эту рассаду. Мы будем надеяться, что благодаря вашему труду наш город станет краше. Первые цветы, выращенные детьми, были посажены сегодня напротив детского дворца творчества. Всего школьники оформят шесть клумб. До этого на центральных улицах Рязани дирекция по благоустройству города уже высадила около 50 тысяч цветов. Две новые клумбы появятся на улице Лермонтово и на Касимовском шоссе. Определенно в этом году наш город станет еще зеленее и ярче. Акция «Цветы для любимого города» будет продолжаться и в следующем году. Тогда организаторы намерены привлечь к озеленению Рязани и жителей города. И на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Далее в эфире программа подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. «Дядьково» – надежный комплекс «Дядьково» – надежный комплекс «Дядьково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова